Большой праздник Святой Троицы Большой праздник Святой Троицы Большой праздник Святой Троицы Есть хорошая техника, есть высокие технологии, есть хорошие результаты. Но главное это люди. Люди труда, которые здесь работают. В этот праздник много наград и подарков. И для многодетных семей, и для молодых, у кого народились первенцы. Владимир Волков поздравил школьников, победителей и призеров республиканских олимпиад. И ветеранов труда. На счет детства и юности выпала война и тяжелый труд. Свои награды, благодарности и подарки вручил председатель правительства Владимир Сушков. В день Троицы он был именинником, поэтому получил тоже много поздравлений и наилучших пожеланий. И в ответ поздравил земляков. Мне в этот день хочется сказать вам всем огромное спасибо. И низко поклониться родной земле Красноподгорного сельского поселения. Всем вам сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую оказываете вы главе республики, правительству республики. За все то, что вы делали и делаете. Люди разных поколений, которые жили, работали, живут и работают на нашей родной земле. А позже была встреча с детством. Страница истории сел и людей, кто жил и живет на родной земле в Краснослободском районе. Мы же тоже отец построили. А не только построил, сгорел. Он сгорел, и вы больше уже и не строили. Больше у нее не строили, да. Вы даже когда в семилетнюю школу ходили, вы жили у тети Таня. Повелевой. Повелевой, да. Это вот здесь дом Повелевых, так получается? Да. Гостям праздника рассказали о достижениях образования в Краснослободском районе. Мастера представили, чем умеют заниматься. Резьбой под дерево, например. И это мучат детей. Учеба могла бы проходить более эффективно, но мешают телефоны и интернет. Мастера готовят сувениры к мировому чемпионату. И каждое село Краснослободского района готово угостить, накормить и напоить дорогих гостей собственными блюдами, традиционными для таких праздников – блинами и пирогами. С вечера, конечно. Вот сегодня замесил в 11 вчера. А в 3 встала, в 4 разбавила их. А здесь одна манка совершенно, да. Вот всю ночь не спала. В этот день участники и организаторы праздника стараются вспомнить, как жили их прародители. Что нелегко жили. И что прежде чем испечь хлеба или блины, зерно надо было в ступе и столочь просеять, очистить. И потом начинаются блины пщеные. Вот так и трудились раньше. Или вот, например, показывает, как надо правильно отбивать косу. Виталий Ягодкин уверяет, что и сегодня не прочь выйти на заре с простой косой и помахать ей до приятной усталости. Как раз вот после троицы начинается пора сенокоса. Вот решили отбить косу и немножко вспомнить старину, отойти от триммеров русской газонокосилкой, так сказать. Но главное, что можно найти в подобных развлечениях и угощениях – вкус детства. Даже если не найти такие блины, как пекла мама или бабушка, можно почувствовать смысл праздника. Здесь все, как в детстве, поднимает настроение. И я считаю, что вот такие праздники для нас, для всех, да? Для меня, для других, для тех, кто живет в этом селе, для тех, кто уже уехал с этого села, жителей деревни, жителей города, особенно для городчан. Это очень важны, это истоки. И вот мы всегда должны идти к истокам. Идти к истокам, прежде всего, в своей жизни, в своем поведении, отношениям к работе и отношениям между людьми. Пушкари клуба реконструкции «Владочный полк» вновь устроили показательно-зрелищное стрельбище из пищалий. Громкие выстрелы не мешали юноше Якову добраться до другого берега Мокши через чертов мост. Друзья сказали, что в этот день он преодолел его дважды. Праздник Святой Троицы, День Церкви, народные гуляния, все вместе на Большой Поляне. Вот уже много лет становится символом дружбы, чувства Родины, гордости за нее и счастья быть рядом с близкими. Татьяна Бебенова, Сергей Бебенов. Наши новости. Красная Подгора, Краснослободский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова